Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 5 сентября, Православная Церковь совершает память священномученика Иринея, епископа Леонского. Священномученик Ириней, епископ Леонский, родился в 130 году в городе Смирне. Там он получил блестящее образование, изучив поэзию, философию, риторику и все остальные науки, которые считались необходимыми для светского юноши. Его наставником в истинно христианского учения был ученик апостола Иоанна Богослова, святитель Поликарп Смирнский. Он же крестил юношу, рукоположил его впоследствии во пресвитера и послал в гальский город Лугдун, ныне Леон, во Франции, к престарелому епископу Пафину. Вскоре святому Иринею было дано ответственное поручение доставить святому папе римскому Елеферию письмо исповедников. Во время его отсутствия были брошены в тюрьмы все видные христиане. В 178 году, спустя год после мученической кончины епископов Пафина, святитель Ириней был избран епископом города Лугдуна. В короткое время писал о нем святитель Григорий Турский. Он своей проповедью преобразовал весь Лугдун в город христианский. Когда утихли гонения на христиан, святитель изложил православное вероучение в одном из основных своих творений под названием «Пять книг против ереси». В то время возник ряд религиозно-философских гностических учений. Гностики от греческого слова «гнозис» – знания, учили, что Бог не может воплотиться, так как материя несовершенна и является носительницей зла. Сын Божий – лишь истечение, эманация божества. В опровержении этой ереси, Валентина, святитель Ириней развил православное учение о спасении. «Слово Божие, Иисус Христос, Господь наш, по неизреченной благости Своей, сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он», – учил святитель Ириней. Иисус Христос, Сын Божий, по превосходной любви к Своему созданию, снизошел до рождения от Девы через Себя самого, соединяя человека с Богом. Через Боговоплощение творение становится сообразным и сотелесным Сыну Божию. Спасение состоит в обожении человека. В опровержении учения другого еретика, Маркиона, отрицавшего божественность Ветхого Завета, святитель развил учение о едином источнике Ветхого и Нового Заветов. «Один и тот же Дух Божий, который через пророков возвещал, каково имело быть пришествие Господа», – писал святитель. Он же через апостолов проповедовал, что пришла полнота времен усыновления и приблизилось Царство Небесное. Истинность церковного учения святитель Ириней обосновал преемственностью епископата, а также тем, что Церковь древнее всех еретиков. «Всякий, кто желает знать истину, должен обратиться к Церкови, потому что апостолы только ей одной сообщили божественную истину. Она есть дверь к жизни». Благотворное влияние оказал святитель Ириней в споре о праздновании Пасхи. В Малайзийской Церкови сохранялась традиция праздновать Святую Пасху XIV Ниссана, независимо от того, в какой день это придется. Святой Папа Виктор властно требовал единообразия, и его резкие требования могли вызвать раскол. От имени гальских христиан святитель Ириней писал Папе, что нельзя допускать раскол из-за традиций, прежде всего необходимо дорожить церковным миром. В царствование императора Севера святитель Ириней был усечен мечом за исповедание веры в 202 году. Апостол-евангелист Иоанн Богослов, святитель Поликарп Смирнский и святитель Ириней Леонский вот три звена в неразрывной цепи благодатного преемства, который идет от пастыря-начальника Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня же Православная Церковь совершает отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Что же это значит? Говоря словами митрополита Антония Сурожского, это значит, что это событие, которое среди нас жило, жило, действовало, вдохновляло нас в течение всех этих дней. Теперь переходит в вечность как обещание, и остается нам ожидание. Ожидание веры, ожидание надежды, ожидание любви, ожидание радости о том, что победа не только одержана Христом, но что она уже явлена нам на земле в лице Божией Матери. Отдадим же этот праздник, дадим его в вечность, но будем помнить, что мы его обретем в свое время, когда сами, пройдя узкими вратами смерти, войдем в вечность Божию. Всех, кто носит в крещение имена святых Ефрема, Иоанна, Николая, Павла, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Многое вам и благая лето! Матерь Божия славно вселилась во обители Бога Отца, и душа ее ввысь устремилась, сон недолгий коснулся лица, и, проснувшись в объятиях Сына, окруженная свитой и слуг, благодатная молится ныне, отгоняя противных недуг. Богородица ходит по свету, по бескрайним душистым лугам, и заступницу скорую эту будем славить и чтить по слогам.